Раф, мне очень сложно, тяжело отнестись к этому понятию «шестот тысяч душ». Это как некая аллегория, пример. Если мы говорим про нашу реальность, можно ли сказать, что шестот тысяч — это как раз выражено в Небору? Нет, я не смотрю на это как на число. Только пойми, что такое шестьсот тысяч. Есть у тебя десять сферот. И Зайрампин называется шесть. Да, есть Кетер Хухмабина — это три. Ещё Хесед Гварати Ферет Нецахот Исот — шесть. И Малхут — ещё одна. Всего десять. Так мы должны уподобиться свойствам Зайрампина. Потому что Кетер Хухмабина — это свойство источника. Это называется гар ступени, три первых сферы. Откуда приходят к нам всевозможные высшие воздействия от самого Творца? Гар — это Творец. Но зад — это называется, что воздействие Творца входит в наше желание. И от общего желание получать. Он делит это на шесть частей, шесть видов проявлений. И воздействует, проявляется в них видеть шести свойств. Хесед Гварати Ферет Нецахот Исот. А Малхут — это же наше желание получать, которое принимает это воздействие и хочет уподобиться им. Поэтому вся наша работа — это раскрыть Зайрампин, воздействие Творца на нас. От Малхут желание получать уподобиться Зайрампину. Это называется выстроить зон Зайрампин и нукву, чтобы они были как вместе. Потому что Малхут примет ту же форму, что и Зайрампин, только Зайрампин он отдающий, а Малхут — получающий. Но оба они работают вместе для того, чтобы выполнить желание Высшего. Высшим называется Гар, Кеттер Хохмабина. И тогда получается, что раскрытие в Кеттере Хохмебине, оно раскрывается, по сути дела, в Зайрампине. А Малхут должна быть получающей от него, поскольку этим она показывает свою отдачу. Она хочет раскрыть Творца. Так она раскрывает в таком виде, когда она готова принять его воздействие. Но для того, чтобы принять его воздействие, она должна быть подобна ему. И так она работает. Ещё поговорим об этом. В этом вся наша учёба.